и как раз мы изучаем их на фейсбуке всем привет и на инстаграме очень интересный инстаграм прямо делает чудесные заставочки и мы изучаем притчи царя соломона в инстаграме и фейсбуке так отлично значит видно меня думаю хорошо я надеюсь я сделаю чтобы было поярче вот видно меня хорошо слышно меня хорошо значит идиоты мы отключаем комментарии если вдруг случайно за затесались то мы их отключаем и мы продолжаем изучать великую божественную мудрость которую царь шлома пророк перед получил от бога и хотел нам передать кому интересно кому повезло велкам значит можно послушать можно заканчиваем изучение книги притчи мишли называется на иврите эта книга и сегодня мы находимся уже последняя глава сегодня мы начинаем последнюю 31 главу и с божьей помощью закончим 31 глава в ней есть 31 отрывок 31 глава 31 отрывок и мы заканчиваем изучение книги мишли и начнем изучать скорее всего перте вот получение отцов есть такая замечательная еще одна книга в которой собрана вся еврейская философия мировоззрение взгляд на мир как надо жить для чего как действует разных ситуациях хорошо первый отрывок 31 главы звучит так деврей лимуэль мэлех масса ашер из рато и мо значит дословно это переводится так слова к царю от бога речи которыми увещевала его мать значит известное дело что у царя самона была мать была мать и был отец значит отцом его был царь давид великий царь давид псалмы царя давида это основа основа всех молитв в иудаизме и в христианстве то есть псалтырь это называется христиан у евреев это называется таилим псалмы то есть его отец царь давид воспевал бога он был великий цадик великий праведник он убил гальята в свое время стал царем но храму не мог построить бог ему сказал ты много очень людей убил он воевал до сегодняшним языком это бы называлась священные войны джихад да на у мусульман это называется он вокруг все вот эти вот народы злодеев и дала поклонников он все эти народы с ними воевал и покорил и передал он свое царство вот вот это большой вопрос значит у царя давида было 18 джон было у него 18 джон в торе есть такая такой отрывок что кит и цели мелхома когда пойдешь ты на войну и даст бог твоих врагов тебе в руку и шевита шеве и ты возьмешь себе пленников если увидишь ты там красивую женщину можешь на ней жениться в торе это написано можешь на ней жениться но дальше написано что если будет у человека два сына один сын от жены любимой второй сын от жены нелюбимой но сын от жены нелюбимой будет будет старшим в этот момент в этот момент значит не может отец при пренебрегать вот этим порядком и даже всего старшая жена она нелюбимая то он должен дать большую часть наследства своему сыну от жены нелюбимой и дальше следующий отрывок в торе идет что если будет у человека сын который восстает на него и сын этот будет пьяница и алкоголик и он будет воровать у родителей деньги и он будет его предупредят и так далее в общем этого сына надо привести в суд и чтобы его казнили представляете это вторе прямо написано правда устная тора говорит что это написано больше для детей чтобы когда они изучают это они понимали к чему приводит непослушание плохой путь алкоголь воровство и так далее значит а эти три отрывка соединены для того чтобы показать что когда человек выбирает себе жену по взгляду то есть вот пошел на войну увидел красивая женщина женился то потом могут быть у него проблемы с детьми с воспитанием и так далее в общем царь давид который был великий праведник и как живут великие праведники великие праведники они не думают что делать они делают то что бог сказал делать обычные люди они все время думают как поступить по какой системе я живу какие у меня ценности правила кому верить кому не верить и обычные люди живут в сомнении праведники у них нет сомнения у них есть вот что бог сказал то я буду делать хочу и они хочу и так далее И, значит, царь Давид, он это понял как приказ от Бога, и он женился каждый раз, шел на войну, приводил жену, шел на войну, приводил жену. И действительно, у него был сын, например, Авшалом, который против него поднял восстание, и который хотел своего папу, царя Давида, великого праведника, хотел убить. То есть, Тора нас не обманывает, когда ты женишься на неправильной женщине, потом могут быть неправильные дети, которые потом могут на тебя идти войной, даже если ты царь Давид, велик и праведник. В общем, царь Давид, был у него такой момент в жизни, когда он обратился к Богу и говорит, вот я каждую секунду своей жизни, у меня одна цель, служить тебе. Одна у меня цель, нет у меня никаких других вопросов, только выполни твою волю. Но почему называется Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, и не называется Бог Давида? Бог ему отвечает, он же был пророк, он говорит, потому что их я испытывал, а тебя нет. Их я испытывал, насколько они блесты ко мне, насколько они преданные мне. И царь Давид ему говорит, тогда меня тоже испытай. Хорошо. Значит, царь Давид, он каждую секунду, он искал и слышал Бога, чтобы выполнить его приказ. Даже если это было под страхом смерти, например, когда Голиат, был Голиат, огромный такой мавицкий богатырь, который был размером нереального размера, такой, знаете, как там, я не знаю, как три Майка Тайсона. И когда он начал говорить что-то против Бога, царь Давид, не думая, не размышляя, какая опасность для жизни, нет опасности для жизни, он вышел и говорит, сейчас я эту обезьяну убью. Взял камень и, значит, его кинул в него камнем, подбежал и отрезал ему голову. То есть царь Давид, он был до самопожертвования, да, то есть для него даже его жизнь, она относительно служения Богу ничего не стоила. И тут он пророк, и он видит явный такой вот, ему идет как пророчество, что вот женщина стоит, и эта женщина должна стать его женой. Царь Давид это было воплощение души, реинкарнация души первого человека. Адам Решон, первый человек, прожил 930 лет. И потом его душа дошла до, вошла в царя Давида, чтобы дожить еще 70 лет. Царь Давид жил 70 лет. И вот он видит, он видел вот эти все души, реинкарнации и так далее, он видит, что оп, значит, вот эта женщина, она должна стать его женой Батшева, и от нее должен родиться Машех. Машех это мессия, и действительно по традиции мессия будет из рода царя Давида. И вот он видит, что вот как раз вот она, это Батшева, и он должен на ней жениться. Он сразу же, как с Голиатом, он не думал, как его убить, он просто тянул камень и убил. Также он схватает, хватает Батшеву и на ней женится. Женится он на ней, а потом оказывается, что сложная ситуация, в этом и было его испытание. Батшева, она была замужем. Она была замужем за одним из боевых командиров, да, полевых командиров армии царя Давида. Звали его Уриахитиец, и Уриахитиец в это время был как раз на войне. И вот тут царь Давид попадает вот в то испытание, которое прошли, которые прошли праотцы Авраам, Ицкак и Яков, когда сигнал Бога очень противоречивый. Человеку очень сложно понять, где сигнал идет от Бога, а где сигнал идет от его интеллекта. Это было, когда, например, Бог сказал Аврааму принести в жертву своего сына. И это было полностью против предыдущего, предыдущего всего знания Авраама, что Бог добрый, Бог против жертвоприношений человеческих. И тут вдруг Бог ему говорит, да, если ты меня любишь, убей своего сына. И Авраам идет, и он уже заносит нож, его Бог останавливает. И тут вот примерно такая же ситуация была с Батшевой. С одной стороны, Бог показал царю Давиду, что Батшева – это его вторая половина, судьба. С другой стороны, когда он с ней соединился, со своей второй половиной, оказалось, что она замужем, и она была замужем за полевым командиром, который в армии. Значит, царь Давид не знает, что делать, и у него опять выбор, да, у него опять выбор, что лучше. Или царь Израиля, праведник, который вообще, ну вот, все как бы отождествляли царем Давидом служение Богу. И тут вдруг он, можно сказать, там, производит то, что называется прелюбодеяние замужней женщиной с женой человека, который в армии. Царь Давид вообще в шоке, да, ему Бог показал, что он должен жениться, но тут вот такая ситуация. Он вызывает этого уреухитийца из армии, чтобы он зашел, чтобы он вернулся домой. А там есть одна маленькая деталь, о которой люди не знают, большинство людей они вообще не знают. Когда в то время воины уходили на войну, они, когда выходили из дома, писали жене разводное письмо. Был такой дед, дед это разводное письмо, в котором они писали, я ухожу на войну. Если я не вернусь с войны, то тогда, тогда ты разведена с момента, как я ушел. То есть ты с того момента, как я ушел, считаешься свободной женщиной. Число, он уходит 1 сентября, и он ей оставляет такое письмо. Зачем? Вдруг он в плен попадет, вдруг он память потеряет. Его не видно, пропал без вести. Не видно же, что он умер, нет свидетелей. А если неизвестно, умер или не умер, тогда жена, она остается замужней женщиной и не может выйти замуж, пока его судьба не прояснится. То, что называется соломенные вдовы. Так для того, чтобы освободить вот этих женщин, чтобы они могли нормально выйти замуж, если муж пропал, то когда воины уходили на войну, они писали такое письмо. И Урия Хитийц написал ей такое письмо в Батшеве и ушел на войну. Но он же еще не умер. И царь Давид в этот момент, он не понимает, что делать. С одной стороны, она вроде бы разведенная женщина. С другой стороны, ее муж на фронте, он не умер. С третьей стороны, царь Давид выполняет как пророчество, что надо на ней жениться. С четвертой стороны, она беременна, и сейчас все скажут, вот, что что творится вообще, когда вот праведники так поступают. В общем, он как раз попросил себе испытания, и он попадает в ситуацию, когда вот что ты не сделаешь, все плохо. И он тогда решает, что лучше он возьмет на себя грех, прелюбодеяние, то есть это страшный грех, но он не осквернит имя Всевышнего. И он пишет в армию письмо, чтобы Урия Хитийц вернулся в Иерусалим. Урия, этот ее муж, возвращается. Царь Давид ему говорит, иди домой, все, иди к жене. Он говорит, не пойду, не пойду я к жене. Нет у меня никакой жены, у меня есть только мои боевые товарищи. Я, значит, донесения написал, теперь я ухожу обратно на фронт. Царь Давид ему говорит, я царь, я тебе приказываю, иди домой. Он говорит, не пойду. Царь Давид устраивает еще там пир, думая, сейчас он выпьет, пойдет домой. Значит, тот выпивает, ложится во дворце спать, домой не идет к жене. То есть он не вернулся с фронта, он ее с женой не считал. И он, значит, после этого уходит на фронт, и по Торе, тот, кто не выполнил приказ царя, он за это присуждается к смерти. Это смертная казнь. Царь, причем царь, не имеет права даже простить неуважение к царской власти, потому что Бог его поставил царем, и он не может это простить. В общем, царь Давид приказывает Урию Хитийца отправить в сложную боевую операцию, в которой он и умирает. И когда он умирает, Урия Хитийц, в этой боевой операции его убивают, то ситуация очень сложная. То есть она вся вот такая вот, знаете, с разных сторон, как посмотришь. Приходит к нему пророк Натан от Бога, и ему говорит, я уже рассказывал эту историю, еще раз расскажу. Ему говорит, у меня для тебя пророчество от Бога. Царь Давид говорит, какое пророчество? Тот говорит, жило два человека, один богатый, второй бедный. У богатого были большие стада овец. У бедного была одна овечка, маленькая овечка. Эта овечка жила у него в маленьком домике вместе с его детьми. Она у них была как член семьи, единственная вот эта овечка. К этому богатому человеку пришел гость. Пришел к нему гость. Есть заповедь из Торы, заповедь гостеприимства. Это Бог сказал выполнять эту заповедь. И, значит, пришел гость. И этот богатый, что он сделал? Он пошел у бедного, украл овечку. И забрал эту одну овцу, и ее, значит, зарезал, приготовил вкусный ему обед. То есть, смотрите, пророчество было вот... Сейчас вы увидите, в чем суть его. И этот пророк спрашивает у царя Давида, что с ним делать? Что делать с этим вот богатым, который украл овцу, чтобы выполнить заповедь гостеприимства? Царь Давид говорит, ну, по Торе, по закону Торы, если один у другого украл овцу, и ее убил и съел, то, значит, он должен отдать четыре овцы. Если он украл овцу, и ее не убил, а овца еще есть, то он должен вернуть эту овцу и еще одну добавить. То есть, если бы он овцу эту никак не использовал, две овцы должен вернуть. А если он ее съел, то, значит, четыре должен отдать. Это закон Торы. Но я, как царь, которому Тора дала власть устанавливать закон, то есть, царь, он имеет право устанавливать закон. Царь Давид говорит, я лично своей властью приказываю этого богатого убить, потому что я, учитывая вот эти все нюансы, и, значит, вот этот вот нюанс, что он украл последнюю овцу, он меня очень сильно, очень сильно злит, и поэтому, значит, я приказываю его убить. Пророк Натан говорит, ты знаешь, говорит, это сейчас ты себя судил. Бог, как раз, он каждому из нас показывает та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И вот в таких сложных ситуациях, когда неизвестно, неизвестно на небе, да, грубо говоря, неизвестно, как судить, то человеку показывают эту же ситуацию, как кто-то делает, и он судит себя. И царь, пророк ему говорит, ты себя сейчас судил, ты забрал Батшеву, это заповедь была, это как заповедь гостеприимства. То есть ты забрал для того, чтобы выполнить заповедь, жениться и привезти Машиаха, но ты украл у человека жену. И потом ты его убил, уриюхитийца, ты его убил руками аманитян. То есть ты его не убивал, но ты его приказал послать в опасное место. Да, у тебя были оправдания, у тебя были оправдания, что он выступил против царя, это как восстание против царя. То есть он был виновен по закону, да, то есть ты мог его казнить абсолютно по закону. Но ты вот эту всю ситуацию закрутил вот так вот сложно. И теперь, говорит, ты сам себя сейчас судил. Царь Давид, он был не как обычные люди. Обычные люди, когда кто-то им говорит, ты виноват, что делают обычные люди? Обычные люди начинают оправдываться. Я не знал, нет, все не так, вот тут не учли, тут не доучли, я же имел в виду другое. А тогда было так. Царь Давид в этот момент, когда он это услышал, он говорит пророку Натану, хатати, согрешил я перед Богом и согрешил я перед людьми, и он начинает раскаиваться. Начинает он раскаиваться, мы из царя Давида учим, как надо раскаиваться, то есть он полностью вообще там, ну вот, знаете как, раскаяние, это когда на сто процентов он признал свою вину, страдал, переживал и так далее, но Батшева, которая была на тот момент беременная, она рожает, и первый сын, вот этот вот ребенок, который родился, семь дней царь Давид не ел, не пил, катался по полу, рыдал, плакал и просил Бога простить его за грех. Но сын умер. Причем интересно, такой есть там нюанс, очень интересный, что когда сын умер, в слуде царя Давида, они боялись сказать ему, что сын умер. Они думали, если он так страдает, пока сын жив, то получается, что же будет, когда он узнает, что сын умер. Но когда царь Давид узнал, что сын умер этот, то он встал и перестал рыдать. На что сказали ему его, ну как, почему, он говорит, пока еще мои страдания могли исправить ситуацию, то я страдал, но когда мои страдания, это уже как бы постановление Всевышнего, все, он уже умер. Значит, я принимаю это воля Бога, значит, и он встал спокойно и пошел дальше. Но дальше родился второй сын у Батшева, это был царь Соломон. И когда царь Соломон родился, царь Давид пообещал, что он будет после меня царем. Он же знал, это у него было пророчество, что пойдет род Машеха, пройдет через Батшеву. И значит, второй сын, это был царь Соломон, он пообещал, что именно он будет после него царем. И когда царь Давид уже приближался к смерти, то его старший сын, Адония его звали, он объявил себя царем. Но царь Давид короновал царя Шломо. Там была целая история, когда Батшева и пророк Натан пришли к царю Давиду и сказали, как же так, ты же пообещал и ты поклялся, что царь Соломон будет после тебя царем. А Адония объявил себя царем. Царь Давид лично короновал царя Шломо при всем народе. И потом Адония, которого царь Соломон, он вначале его простил, но он хотел сделать против него восстание. И царь Соломон уже приказал его казнить и его убили. Адонию его убили, его старшего брата, казнили, потому что он хотел забрать у царя Шломо власть. Теперь возвращаемся, это было все предисловие, возвращаемся к 31 главе, которое начинается со слов Деврей, Лемуэль, Мелек, Маса, Ашер, Ис, Рато, Имо. То есть теперь нам понятно, почему мама царя Давида, Батшева, она его увещевала. Значит, говорят комментаторы, что это был момент, который здесь описывается, когда царь Шломо женился на дочери египетского фараона. Его идея была такая, что весь мир должен узнать о Боге, весь мир должен поклоняться единому Богу, Творцу Мироздания. И он построил в Иерусалиме 3000 лет назад Иерусалимский храм. Это было вообще чудо света от того времени. И он женился на 700 разных принцесс окрестных народов. Там дочка мэра города, дочка губернатора, дочка губернатора области, дочка царя такого, царя такого, царя такого. Там были города, государства. И дошел он до того, что он женился даже на дочке фараона. Это была его старшая жена. Египет на то время был, как сейчас Америка. Только фараон это был царь, который властвовал над этой страной. То есть это была высшая власть. И он хотел породниться со всеми царями, чтобы не было войн. И чтобы все начали служить Богу. Такой был у царя Шлумо, был у него такой расчет. И говорит предание, что когда он женился на дочке египетского фараона, то она приехала, там была огромная свадьба. Представляете? То есть приехали там египтяне, был праздник. И целую ночь царь Соломон с ними веселился. И утром он проспал утреннюю молитву. Он проспал утреннюю молитву. И мало того, что он проспал, ключ от храма, где приносили жертвоприношение, лежал у него под подушкой. И уже нужно было до трех часов от восхода солнца. Это крайнее время, когда нужно успеть помолиться и принести жертвы. А он проспал. И тут к нему заходит его мама, Батшева, и говорит второй отрывок. Ма бри, она ему говорит, что сын мой? Ума бар битни, и что сын моего живота? Ума бар ныдарай, и что же ты скажешь мне, сын моих обетов? Она ему говорит, слышишь, говорит, ты, сынок, ты, говорит, мало того, что ты мой сын, и ты сын царя Давида. Почему она сказала, ты мой сын? Ма бни. Она говорит, послушай, все знают, что папа-то твой, он цадик, он праведник. Так что люди скажут теперь, что ты мой сын, которого я плохо воспитала, что ты нарушаешь приказы Бога из-за меня? Это всегда так. Когда муж с женой живут, если все хорошо, муж говорит, это мой сын. Если вдруг сын начинает плохо себя вести, муж говорит, это мы учили в Мишле много раз, мама, как ты его воспитала? Причем очень часто сыновей матери портят. Потому что матери, они воспитывают сыновей, как девочки, по психологии женской. А у мужчин другая психология. И она ему говорит, ма бри, что же ты? Теперь скажут, что ты мой сын, который проспал молитву, который проспал, проспал, значит, и мало этого, из-за тебя в храме жертвы не приносили. Ума бар битни, что сын моего живота? Значит, она говорит ему, послушай, я же тебя родила, я тебя носила, и ты как бы из меня вышел. И ма барны дарай, она брала недеры перед Богом, что сын будет праведником. Она Бога просила, умоляла, там брала разные обеты, и она всегда просила, чтобы был у нее сын именно не царем, а он был посвящен Богу, чтобы он был мудрец Тора, чтобы он был пророк. И она ему об этом напоминает. И она ему говорит, значит, что она ему говорит, я сейчас скажу, но мы завтра это разберем лучше с утра, это очень глубокая вещь. Она ему говорит, аль титенли нашим хейлеха, она ему говорит, не давай женщинам свою доблесть, не отдавай женщинам свою силу. Удрахеха лямхот млахим. И свои пути не давай губительницам царей. Мы завтра узнаем, что мама ему сказала, что она имела в виду, вот это вот Батшева, которая увещевала своего сына, царя Соломона. Значит, сегодня мы узнали, как предисловие, откуда вообще дальше будет. Это глава 31, самое, можно сказать, важное, потому что здесь дальше будет, будет как бы определение, какой должна быть доблестная жена, какой вообще должна быть жена. И дальше будет очень глубокие вещи, поэтому завтра приходите в 10.00, с 10.00 до 10.20, мы изучаем притчи царя Соломона, Мишлей. Если вы перейдете на сайт, то в приложении к этому уроку будет полный разбор истории, есть полный разбор истории «Женить бы царя Давида на Батшеве», это есть очень такой известный раввин, Ильяу Эсес, и он там в деталях, в деталях разобрал все нюансы этой истории. И в Витипеде о царе Соломоне, почитайте, что говорят ученые, которые изучали все разные-разные источники, и то же, что говорят ученые со своей стороны, со своей стороны о царе Соломоне, тоже интересно. Все, всем хорошего дня, благословения от Всевышнего, всем хорошим, добрым людям, здоровья, счастья, любви, благополучия, успехов, и до завтра. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok